ненавижу айфоны ненавижу айфоны я надеюсь что с третьего раза трансляция получится здесь со мной в общем без прелюдии пойдем и быстренько здесь со мной ира и или я сегодня буду рассказывать новости ира это тот так как это как у как это как и назвали так тела которая танцует за стеклом вот решила немножко показать так как видео наверное должно набирать больше популярности нежели там будет мое ювридное лицо а вот смотрите ира типичная москвичка имеет apple watch iphone macbook все все есть у нее даже мыши даже мышка у нее есть клавиатура здесь в общем все у нее есть от apple и у нее все от apple и что я хотел сказать от apple проект да apple у нас немножко скорректировался на плохом отчете где-то в районе 15 процентов от своих максимумов и вот тут вот выходит варен баффет и говорит что он купила акции apple он купил акции apple и ни много ни мало на 1 миллиард долларов на 1 миллиард долларов практически 10 миллионов акций вот так вот человек взял и купил во первых для баффета на самом деле не очень такая штука как акции apple подходит на обычно покупает макдональдс или что-то еще но тем не менее он купил акции apple понимаешь что вы пока говорю он купил акции apple надеюсь что надеюсь что они вырастут но тем не менее чтобы вы понимали а ворон баффет не купил эти акции apple на минимуме где они торгуются сейчас он купил еще до отчета потому что справка 13f где написано что он купил эти акции он был обязан если собирается покупать большой стейк заявить security exchange комиссион о том что он планирует их покупать так вот он купил эти акции со средней цене на мой взгляд где-то 105 но может быть между 100 и 105 короче ворон баффет на свой 1 миллиард долларов теряет примерно сейчас там 100 150 миллионов не очень хорошая инвестиция на мой взгляд как ты думаешь поможет ли ворон баффет поддержать акции apple он наверное вряд ли но какие-нибудь новые продукты точно какие новые продукты apple вот и вот ты ждешь какие новые продукты конечно же новый iphone но в iphone а какие функции должны быть в новом айфоне он должен быть бесплатный тяжело представляю что еще мне не хватает для жизни вроде бы все есть вроде бы все уже что могла собрала все уже оптимизировать мою жизнь по максимуму но я уверена что apple скоро что-нибудь такое произведет на эти могу сделать есть утечки же уже утечки соответственно новый iphone то будет выходить не осенью а раньше вот в июне в июне уже очень скоро и там будет двойная камера две камеры они засунули в iphone две камеры для того чтобы ты могла пользоваться как и вот сюда и еще вот сюда да да для того чтобы ты могла снимать стерео 4d 360 следующем и будет вот такой следующий а компания apple сейчас акции компании подышишь такое то что за говно опять интернетом то акции компании по сейчас торгуется там плюс два доллара на премаркете но я думаю что это не удержит совершенно никак от падения от падения баффет баффет не не сможет не сможет остановить падение но знаешь что я тебе могу сказать за все время пока я торгую на рынке все постоянно типа трейдера такие умные они постоянно ржут над баффетом вот я помню это по моему был 2000 2006 или седьмой год падали железные дороги ворон баффет приходит и покупает берлингтон railroad b&i такой тикер у него был и все ржут вот баффет старый совсем стал дурак купил железные дороги куда он купил а потом раз за два года железные дороги вырастают на там 100 150 200 процентов окей потом кризис кризис 2000 дай мне памяти пожалуйста на 2009 8 год на восьмом девятом году баффет покупает банк of america когда он практически был в предбанкротном состоянии купил он его на 5 ердов все ржали о сейчас кризис сейчас все упадет все баффет баффет это а где сейчас банков америка правильно вырос практически на сто процентов если не помню если я ошибаюсь он купил на 5 миллиардов по 5 долларов вот такой вот молодец но а баффетом вот интересно называет самого баффета или это огромная компания людей с мозгами которые все таки принимает вот это вот решение это искусственный интеллект вот мне тоже так кажется что это уже искусственный интеллект который просчитывает намного намного вперед так вот но баффет еще засветился в новостном сам в новостном так сказать фоне постоянно циркулируют последние новости о том что некоторые группы инвесторов хотят выкупить компанию yahoo и баффет сказал что он готов профинансировать эту покупку соответственно у баффета для как это деньги ляжку жгут готов готов инвестировать куда угодно кур не клюют куры не клюют и я на самом деле короче это очень не похоже на баффета вот мы опять над ним сейчас ржем и что-то мне подсказывает что вот мы сейчас опять ржем а акции компании apple вот еще чуть-чуть и начнут расти хотя и об этом ну короче я сомневаюсь еще опять же есть новости у компании apple ты пользуешься выбором пользуюсь конечно нравится на выходных компания apple инвестировала 1 миллиард долларов кстати совпадение баффет вложил миллиард долларов и apple инвестировала 1 миллиард долларов компанию диди чуксинь диди чуксинь это короче китайский аналог убера китайский аналог убера и вот видимо ну компания подняла там практически три рда на финансирование один из них был от apple а компания вообще по идее планировала выйти на ipo в 2018 году ну вроде как она 3 миллиарда получила и пока планы по ipo куда-то задвинула на потом это первичное размещение акций агентство какой уоррен баффет уоррен баффет это оракул из амахи амахи ораку амаха это город оракул это тот кто тот кто знает будущее нельзя его так называют это популярный американский инвестор про него даже книжки писали что он будущее знает да вот еще есть новости любопытные snp агентства который рейтинг всем присваивает она даунгрейнула саудовскую аравию понизила и рейтинг с а1 до а3 то что нефть дешевая как бы туда-сюда и соответственно стране будут определенные проблемы с кэшем рейтинг скажем так намного выше российского но тем не менее какие-то первые звоночки понижения рейтинга идет по пятому они обычно очень редко приходит приводит приводит потому что понижают рейтинг на каких-то обстоятельствах но когда это получается обычно идет череда снижения рейтинга но тем не менее компания golden сакс американская эта компания понимаешь сакс американская компания сказала что дисбаланс на рынке нефти в мае вот закончился соответственно были перебои с поставки с венесуэлы потому что людям там есть нечего людям они там дерутся за еду ты видела сообщение вот очень печально в канаде что у нас было почему нефть оттуда не возили лесные пожары лесные пожары вот и в нигерии тоже тоже короче проблемы такие и соответственно в мае дисбаланс как говорит голдман сакс пришел на нет и сейчас примерно нефти столько же производится сколько и потребляется запасы напомню находится исторически высоких уровнях но тем не менее голдман говорит что на данный момент нефть нефть интересный актив да с рублем с рублем хороший вопрос на самом деле рубль сейчас зажали в узком коридоре между шестью двумя шестью пятью и я одну планирую что наверное доллар доллар будет расти и рубль будет понижаться но когда это произойдет непонятно если ты соответственно тебя есть накопления какие-то ты планируешь летом отдых за границей то лучше всего сейчас сейчас купить доллары купить доллары потому что цены сейчас оставить ну и на самом деле такой тоже небольшой негативчик по акции apple вот баффет купил на 1 миллиард а дэвид тэпер а дэвид тэпер продал свои акции продал акции до этого кара лайкон многие говорят что apple это вэлью трэп то бишь вэлью трэп это трэп это танец где это трясут булками на самом деле вэлью трэп это ловушка ловушка стоимости то бишь стоимость apple очень завышена и будет в ближайшее время переоценка но чтобы вы понимали размах ну вообще операций дэвид тэпер владел только там миллионам с чем-то акций а баффет купил на 10 миллионов акций почти там 9 800 и и да на самом деле баффет баффет очень 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 серьезный парень не знаю я на самом деле думаю что дальше американский рынок будет продолжать падать продолжать корректироваться сегодня тоже были не очень хорошая статистика в китае хотя китайский рынок довольно таки не сильно это отреагировал но там сейчас происходит заварушка на на этих на металлических фьючерсах они там раздули большой пузырь спекулятивный и сейчас он сдувается и на самом деле все китайские компании принципе можете вообще рынок китая смотреть по фьючерсам на копер что это у нас медь на медные фьючерсы соответственно примерно корреляция есть такая если иметь начинает расти соответственно спрос на нее увеличивается значит китая все хорошо если медь начинает загибаться значит китая все плохо золото по-прежнему на многих инвесторов является на достаточно перспективным активом инвесторы ожидают дальнейший рост золота и большинство и так сказать smart money smart money ставят на падение америке и у многих хедж фонд менеджеров рекордно высокие ставки а сейчас позициях да на падение американского рынка но я бы не стал на самом деле за ними сейчас следить потому что с начала года все хедж фонд менеджеры крупнейшие практически находится в глубокой заднице с учетом того что американский рынок мало сейчас прогнозируемый тяжелый и и но у нас все хорошо вот у нас хорошо все а у них все плохо вот так могу сказать ир что эфир был достаточно популярный хорошая заставка ну по крайней мере что не что не сделаешь ради увеличения просмотров и образования на этом уважаемые зрители все я думаю что сегодня apple продолжит падать и на самом деле если как бы говорится если у вас большие кахунус если вы нормальный мужик то пора шортить amazon amazon это просто какой-то бабло непонятно и я ближайшие дни буду присматриваться как раз к шарту амазона может быть даже сегодня что-то попробую если рынок будет какую-то какую-то инертность ловить инерционный вниз будет попрощаться пока мы надеемся то что ты хорошая гадалка все давайте